Я приветствую всех в любовь к Иисусу Христа. И я хочу сказать, мы не должны воспринимать это как обычай, данность. То, что ты и я находимся на этом месте, это еще не значит, что у нас будет возможность в следующий раз здесь быть. Мы не живем завтра, мы не живем вчера, мы живем сегодня. И сегодня мы должны благодарны Богу быть, славить Бога. Я реально рад проведать вас. Завтра я уже отсюда уеду. Сегодня последний вечер, и те пять дней, которые прошли здесь, были очень насыщены встречами. Я так благодарен за то море любви, которое здесь встретил. Опять слава Иисусу Христу. Это здорово. Я рад, что я частью являюсь того видения, хоть маленькой частью, но являюсь того видения, которое Бог здесь воспроизводит. И я за это славлю Бога. Это не для того, чтобы здесь какая-то... Это не лезть, Бог видит мое сердце, поверьте. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Я знаю, в каком состоянии многие церкви. Я знаю. Я два месяца назад был в Дании. И пастор показывал потрясающее здание, потрясающая аппаратура, там свет. Все там нормально было. Я ему сказал, с нетерпением жду воскресенье утром все это увидеть в действии. Он говорит, ой, сори, но мы у нас есть вакейшн. Самер вакейшн. Я даже не понял. Но он мне внятно растолковал, что у нас на лето каникулы в церкви. В воскресенье не будет служения. А я не очень вежливо был, сказал, так что ж ты хвалишься этими зданиями, этой аппаратурой. Не, ну странно, да? Хвалиться тем, что не работает, тем, что рожавеет. Я имею осторожность. Я не слишком выступаю в роли судьи, но в сердце есть скорбь. Поэтому, и когда я вижу церковь, бываю в церквях, где есть жизнь, где есть видение, оно всегда дается с трудом, а исполняется еще с большим трудом. И не раз, и не два у служителей руки опускаются. Потому что возникают вопросы, не знаю, ваш просто здесь сильный такой служитель, у него таких вопросов нет. А я послабее у меня бывает. Оно мне надо вообще. Оно мне надо. Я не постесняюсь вас потревожить. Давайте поднимемся на ноги. Я прочитаю из книги Бытие, с 22 главы, довольно много стихов. И это поможет тем, кто еще не читал на этой неделе Слово Божие. Можете записать, что чуть-чуть читал. Бытие, 22 глава, 9 стих и ниже. И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю, Мария, и там принеси его во всесожжение на дно из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, И встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Я пропускаю и читаю дальше с 9 стиха. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, И связав сына свою, Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. А он им сказал, не поднимай руки твои на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся чаще рогами своими, Авраам пошел, взял овна и принес его всесожжение вместо сына своего. Отец, я благодарю тебя за чудное слово твое, которое ты оставил для нас. Твое слово непреткновенно и непогрешимо, вечное и истинно. Ты говоришь из страниц Писания для каждого из нас. И ты знаешь наши сердца и наше состояние. Ты знаешь наши желания, наши и знаешь наши вопросы. Ты знаешь наши мокрые слезы подушки, и знаешь наши успехи и радости. И сегодня я прошу тебя, Господь, дай сегодня проверить тебя, себя твоим словом. Дай проверить себя пред глазами твоими, Господь, чтобы ты мог ввести нас дальше, Боже. Каждому ты знал позицию из нас дал, но пусть это не будет только остаточная позиция. Веди нас дальше во имя Иисуса Христа. Пусть придет, Боже, пробуждение в наши сердца. Пусть придет, Господь, прорыв, Господь в определенных ситуациях, которые сгустились на нами и, кажется, просто зажимают, и нет выхода. Ты наш выход, Бог. Я обращаюсь к тебе с этой просьбой. Будь с нами сейчас. Тебе слава и хвала за все. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. У каждого человека есть амбиции. Мы никуда от них не денемся. Я думаю, что человек, который без... Брат Тарас. Ну, Днепропетровский везде есть. Ты представляешь? Да, хотел так много про себя сегодня порассказать, так и за него хорошо хоть увидел. Слава Богу. Вы знаете, руководитель молодежи в Днепропетровской области. Слава Богу. Очень хороший брат. Скажи аминь. У каждого из нас есть амбиции. Нет амбиций у человека, когда его положат в ящик и сложат ручки. У него никаких амбиций нет. Ни о великом не мечтает, ни о большом, ни о малом. Ничего. Просто уже улыбается. Потому что в морге ему сделали красивую улыбку. Пока человек живой, у него есть амбиции. И я скажу, что это не всегда плохо. Это не всегда плохо. Потому что если говорить о Писании, бегло посмотреть, так я напомню. Писание нас тоже показывает, что были люди амбициозные. Давид. Были у Давида амбиции или нет? Он своими амбициями кровь кубиками сворачивал своих братьев. Они как увидят его, они просто уйди отсюда. Потому что мы знаем, они знали, что он сейчас что-то утворит. А у него была амбиция. Он говорит, что будет тому человеку, который победит. Представляете, он не просто так. А он говорит, а что будет тому человеку? Как ему сказали, что будет. Пошел Голиаф, иди сюда. У него были амбиции. У него были амбиции. Я могу сказать, у Иосифа были амбиции. У него были амбиции. И Бог очень сильно испытал его в амбициях, когда он уже второй после фараона. И братья пришли. И я представляю, что бы я тем братьям сделал бы. Я бы им устроил. А Иосиф заплакал, выскочил. И просто молился. Он боролся со своими амбициями. И потом сказал, вы это замышляли во зло, а Бог сделал это в добро. Он победил. Я верю, что апостол Павел был полон амбиций. И они были неправильного направления. Я всегда привожу примеры. И даже здесь вспоминал. Внучок у меня был, который бежит. Просто бежит. Ему не интересует, куда. Он не видит, куда. Он просто бежит. И ты его поймал, споднял. Он в воздухе еще ногами мотыляет. И повернул его. И он дальше побежал. Мне казалось, что он воткнется в стену, как те игрушки. Раз, развернется и дальше побежит. Он просто бежал. У него амбиция бегать была. Он просто любил бегать. Апостол Павел бежал. И Бог говорит, хорошо бежит. Поднял. Потом опустил. А потом сказал, я покажу тебе, сколько тебе надлежит пострадать. И апостол Павел побежал. И он говорит, я бежу, чтобы победить. Я бегу. Я бью не просто, чтобы бить в воздух. У него амбиции были. Иисус Христос определенные амбиции пытается в нас возбудить. Он говорит, побеждающий наследует все. Побеждающему дам белой одеждой. Побеждающему дам сесть рядом со мною. И встречаются среди детей Божьих люди не амбициозные. Они вообще-то амбициозные, но они так думают, что они не амбициозные. Они говорят, да мне награды не надо, мне хотя бы у порога дома. Иисус призывает нас наградой. И Павел призывает. У нас есть амбиции. Есть некоторые хорошие. Есть некоторые плохие. Но они есть и никуда не денешься. Мы желаем много. Скажите, у бизнесменов, если встречались мы с бизнесменами, есть амбиции у бизнесменов? Полно. Да, есть амбиции заработать. Есть амбиции машину купить, дом купить. У некоторых проскальзывают амбиции благословить миссию, оплатить поездку. Таких амбициозных мало, но всего будет больше и больше. Есть амбиции у музыканта. Мы вчера встречались. Особенно, когда в церкви четыре группы, там амбиции просто бурлят. И если там не босса, там начинается конкуренция. И это неправильно. Пусть нашими амбициями будет, чтобы уходить к Богу. Это самое главное. Есть амбиции у пасторов. А они встречаются, пасторы? Ну, такие, как мы тут, мы нормально встречаемся. Но есть другие, которые встречаются. Первый вопрос, а сколько у тебя человек? И когда он узнает, что у него больше, у него тускнет лицо, он говорит, ну, надо еще посмотреть, кто это такие люди. А если он узнает, что у него больше, он говорит, ну, follow me, догоняй. Они спрашивают, а какая у тебя аппаратура, сколько музыкантов. И это неправильная амбиция. Очень правильная амбиция, чтобы люди, которые в церкви, знали, в кого уверовали. И делились своей верой, где можно, где только представляют возможность. Итак, у нас есть амбиции, у наших детей есть амбиции. Что нам с ними делать? Я верю, что просто это в моем сердце, этот вопрос однажды родился. Я очень много проповедовал на эту тему. Может ли Бог мне доверять? Я не знаю, в какой сфере у тебя есть мечтания. Мы не можем освободиться от чистолюбия полностью. Может, это бизнес, может, это прославление, может, это проповедь, может, это церковь, может, кто-то мечтает о мега церкви, и все такое. Но вопрос такой, может ли Бог мне доверить? У нас у взрослых, я украинские примеры привожу, вы тут свои лучше знаете. Есть традиция такая, что малышу, которого приучают самому покупать что-нибудь, дают 5 гривен и 48 копеек, и говорят, пойди 2 батона купи и булочку с повидлом. И все, вот не потеряйте денежки. Он идет, потом он подрастает, ему дают 10 гривен. Говорят, 2 булочки с маком, 2 батона и 3 гривны 28 копеек принеси с дачи, сынок. Смотри. Но никому в голову не взбредет из родителей, дать ребенку 500 гривен в месяц сказать, иди купи булочку с маком. Почему-то у нас нет доверия, что ребенок как-то справится. Он может попасть на глаза нехорошим ребятам, которые просто заберут эти деньги. То есть мы доверяем по степени его возрастания, мы доверяем. Приходит момент, когда мы говорим нельзя-нельзя, а потом разрешаем вроде бы ножом хлеб отрезать и внимательно наблюдаем. То есть мы возрастаем. Может ли Бог мне доверять то, о чем я мечтаю? Наши мечтания, они бывают запредельные, наши мечтания хорошие бывают. Они всегда правильные и честные, почти всегда. Но может ли Бог мне доверить это? Я недавно был в Израиле и проходя по улицам, видя это всех паломников, которые не знают Господа, а просто бегают и целуют там эти камни. И все, я смотрел на всяких этих арабов, которые продают. Герсиманский сад заходишь, вот тебе веточка с той оливки, оливкового дерева, где Христос молился. И если бы 2000 лет по веточке срывать, представляете, что с той оливки осталось. Они где-то рвут, но говорят все, и люди покупают, говорят, Христом пахнет. Глупости. Здорово, когда в сердце пахнет твое Христом. Когда ты отображаешь образ Христа, а не веточка оливкового дерева, которая просто там как бурьян иногда растет. Доверяет ли Бог мне? Я подумал, что со мной случится, если вдруг сейчас, а там жара, жарко, и так идет, и там калека сидел. И, конечно, он даже не, вообще даже не обратил внимания. Я думаю, я все-таки как-никак вношу в себе Божий характер и Божий образ. Он даже ничего не подскочил, он не кричал, что ты пришел мучить меня. Ну, вообще ничего не кричал. Я думаю, что бы со мной было, если бы моя тень сейчас коснулась его и исцелила. Я начал думать, и честно, мы же можем честно о себе думать, да, когда никто нас не видит и не слышит. Мы же можем думать так. Я докопался внутри, мне нельзя, Бог мне такое не доверит, потому что я сразу начну из себя строить какого-то великого. И Бог не хочет, Он не дает сверхсил, Он дает по мере того. И я начал думать, а что же может случиться, чтобы тень от меня могла кого-то исцелить. Это только одно, это когда я полностью, тотально умер для себя, и меня вообще не интересует никто, кроме Бога. И я понимаю, меня кое-что еще интересует, кроме Бога. Это не греховная вещь нас интересует, нас интересует и уютная квартира, и удобный автомобильчик, и чтобы он там уже был не это, не сакшена, а дилера и все такое прочее. Ну, вы знаете эти все дела. Может ли Бог мне доверять? И мы прочитали, мы прочитали, почему этот момент мы прочитали. Ангел сказал, я знаю, что боишься ты Бога. Братья и сестры, кто-то из нас задумывался, может ли обо мне, о тебе Бог сказать через Ангела, знаю, что ты боишься Бога. Давайте просто подумаем сегодня, можно ли обо мне так сказать, знаю, что ты боишься Бога. Заметьте, там не сказано, знаю, что ты каждое собрание не пропускаешь. Знаю, что ты все время сидишь на том же самом месте и контролируешь, чтобы ничего не нарушено было. Знаю, что ты боишься Бога. Мы знаем из истории о том, что Бог распорядился так, чтобы через юную девушку, мы так считаем, Марию, пришел в мир Спаситель. Пришел в мир Спаситель. Я так много мечтал об этом, размышлял, думал. Наверняка она относилась к верному остатку. Мы из верного остатка знаем Захарию, Елизавету, Мария, Иосиф, Симеон, Анна. Мы знаем, много людей были, которые 400 лет из уст в уста передавали, какой великое совершил Бог и ожидали спасения Израиля. Ожидали Спасителя. И это Мария ожидала, и не раз она читала, что царь придет. И может у нее не было правильное представление об этом царе, как он придет и кто он придет, но она знала. Но она никогда не думала, что вдруг через нее придет этот царь. Вдруг через нее придет. Вы помните, вы помните это удивление. Фактически объявление ангела, что у тебя родится ребенок, и она мужа не знает. Согласно 22 главы Второзакония, это смерть от камней на пороге отцовского дома. И она, эта девушка, говорит, вот я раба Господня, да будет мне послово Твоему. Когда она пришла к Елизавете, Елизавета ожидала ребенка. Его потом назвали Иоанн, и потом прибавили Креститель. И младенец сыграл. И помните, что Елизавета закричала. Она даже не понимала, до этого такого понятия не могло быть. Она закричала, и откуда мне это, что Матерь Божья пришла? Вы только вдумайтесь в еврейскую культуру, традицию, закон. Что это за выражение, Матерь Божья пришла? Это Мария. Я представляю ее изумление. Она ждала царя, и вдруг раз свидетельство, второе свидетельство, третье свидетельство. Да, родится Спаситель мира. Итак, Авраам, ему Бог доверил. Конечно, Авраам для меня герой. Сто процентный герой. Библия говорит, что он поверил Богу, и это вменилось в его правдность. Это первое геройство. А второе его геройство, что он убедил за собой, не зная, куда пойти в свою жену. Я представляю, современный человек приходит, Бог ему открыл. Встань и езжай туда, куда я тебе скажу. Пока не скажу. Приходит домой, женя говорит, собираемся. Куда? Не знаю. Бог сказал, переезжаем. Не знаю, куда. Потом где-то скажет по пути. Сестры, я вас люблю. Вы классные. Что бы вы сделали? Температуру померили бы у мужа. Давление смерили бы. Глаза посмотрели бы. И срочно звонили бы пастору. Если пастор телефон не ответил, на Иван Ван позвонили. А Авраам убедил жену пойти, не зная, куда. Он герой. И у него было испытание. И первое испытание. У тебя родится сын. У тебя родится. Вы знаете, я не буду подробностей. У тебя родится сын. И он поверил Богу. Но пришло второе испытание. Второе испытание. Когда сын родился, пришло второе испытание. Возьми сына твоего. Единственное, которого ты любишь, Исаакой. Пойди в землю моря и там принеси его всесожжение одной из гор. Он говорит, после того, как это случилось, вижу, что доверяешь ты Богу. Сегодня нелегко понять нам, занятым людям, какое блаженство своим доверием Богу получить его доверие. Как здорово, когда Бог доверяет. Поймите, сегодня у Бога очень много задач, которые Он хочет решить. И Он ищет тех, кому можно доверить. И Он смотрит. Этому позволишь этого человека помолиться, чтобы исцеление пришло. Так его уже завтра даже в церкви не будет. Он будет топтать дорожки телевидения и сказать, дайте я расскажу, что со мной, как я могу делать. Позволишь этому человеку исцелить. Он завтра весь Джексон Вилл заклеит бигбордами. Приди, получи свое чудо. Вы понимаете, о чем я говорю? Бог смотрит, кому доверить. Только чуть-чуть, только чуть-чуть дал. Все, уже бигборды. Один большой евангелист однажды расцепил свои бигборды там, да, здоровые. И один день нету ничего. Второй день, и он начал молиться. И Бог его спросил, чьи это портреты там по городу висят. И он начал каяться, нанял ребят. И они сдирали всю ночь портреты. И на другой день вышел проповедовать Слово Божие. И прошла сила Божья. Бог ищет, кому можно доверить. Бог видит там нужду, там миссии, там где-то в Африке. Там где-то сиротинцы строят. Или что, колодцы роют. Скважины бурят. И Бог хочет, Он ищет, кому можно доверить. У Него столько много. У Него столько много есть идей. Я рассказывал братьям, как в Сингапуре. Бог молодым ребятам доверил. Огромные-огромные деньги. Во сне рассказал бизнес-план. Человек проснулся, ему 26 или 27 лет было, когда он мне это рассказывал. И он 7 часов записывал, как Бог ему рассказал. И он невероятно, он невероятно богатый. Он в Сингапуре построил там кучу церквей. И Бог ему говорит, вот здесь купи землю, вот здесь строй это. А потом, когда он под ключ делает, все там в мраморе, все, он говорит, иди ключи отдай тому пастору. И он приходит, говорит, Бог мне сказал передать вам эти ключи, эти документы. Все, славьте Бога. Доверил молодым ребятам. Когда я смотрел на них, когда я смотрел те здания, которые они построили, доверил молодым ребятам. Она была страшной, жуткой, развязной. Когда она думала выходить замуж, мама очень обрадовалась. Только хлопца жалко было. Хороший парень попался. Просто мама жалела, что вот такое. А потом Бог их обрел. И Бог им доверил. Бог доверил. Нам нужно поставить приоритеты в доверии Богу. Почему Бог испытал таким непонятным образом? Мы нигде в Библии не находим, кроме одного случая с историей, в истории с Ефаем, где там речь идет про дочь, которую он обещал первое, что выйдет, я принесу жертву. И там много споров на эту тему. Мы нигде не находим ни прямого, ни косвенного какого-то отношения или повеления Бога к принесению человека в жертву. Почему Бог таким образом Авраама испытал? Помните, откуда Авраам был? Он жил без церкви, без проповеди. Он вырос в культуре поклонения идолам. И там было запросто. Может быть, и папа его, фарао, он просто приносил жертвы идолам. Бог ему говорил, выйди от родства твоего, выйди. Выйди, потому что я там тебя не могу благословить. Бог говорил, ты любил идолов, хочу видеть, любишь ли ты меня. Люди идолам отдают свое время. Для кого-то идол машина, для кого-то идол работа, для кого-то идол его увлечения. Какие-то разные. И Бог говорит, я хочу посмотреть, кого ты больше любишь. Кого ты больше любишь. Мне часто говорят о том, что хорошо, что христианское телевидение. Я задаю честно, говорю, если идет какой-то боевик, и ты позволяешь себе смотреть, переключишься ли ты на проповедь. Я вам гарантирую, множество людей не переключатся на проповедь. Потому что боевик надо посмотреть. Бог проверяет нас. Мы живем в мире, в котором постоянно люди приносят жертвы. Алкоголь, сигареты, блуд. Отдают члены в орудие неправды. Всякие увлечения, глупые, всякие развлечения. Люди так преданы им. И Бог хочет увидеть, можем ли мы полностью, доверившись Ему, поставить Его на первое место. У нас до сих пор встречаются люди, которые пугают людей, не ходив в церковь. Они там деньги заберут. Я говорю, мы не забираем деньги, мы учим, как давать. А вот у вас забирают сигареты, блуд, алкоголь, наркотики. Все забирают. Живя в мире, люди приносили жертвы. Интересно, что приходя к Богу, люди становятся менее жертвенными. Люди становятся менее терпеливыми. Я поражаюсь. У нас церковь вся из людей, из мира. Я удивляюсь этой трансформацией. Когда они в мире были, они как-то там мирились. Дрались там, махались там тарелками, табуретками. И как-то потом мирились. И как-то все еще жили. Потом приходят в церковь. И жены становятся такие обидчивые. Я не говорю мужу. Они должны обижать жены. Они должны заботиться. И должны любить. И должны быть готовы жить за них, а дать. Сегодня мужики перевелись. И они даже вспоминают, что даму надо вперед пропускать. Когда заходят в темный подъезд, и там лампочки не горят. Они говорят, дамы, вперед. Но какие они обидчивые. Чего не так? Ой, он не принес мне святые, а у меня день рождения. Ну да, бывает такое. Знаете, я даже не чувствую грехом забыть жены день рождения, потому что свой не помню. Ну я говорю, ты мне напомни. Я обязательно сбегаю и куплю. Что мне жалко? Ну а вообще я тебя люблю. И она меня прощает. У меня, у нас у пастора соседи там. Они такие два чудных человека. Они там спорятся, дерутся, мирятся. И любят друг друга сильно. Что-то жена, муж сделал что-то неправильно, а жена сказала что-то неправильно. И муж реально взял лопату и начал ее лицо ровнять. Она кричала, что ты делаешь? У меня нос сломается. Он говорит, ровным будет. И бил. И представляете, к вечеру они уже помирились. Помирились, он ей замазывал нос зеленкой. Говорит, вот это я тебе расквасил. Она такая, да. И представляете, они вечером мирились и уже мир находили. Она еще месяц ходила вся залитой зеленкой, но мир находили. Я представляю, как христианская жена отреагирует. Она сразу в развод подает. Такие обидчивы. Мы в мире слушали начальников. Да, бурчали иногда, слушали их. Приходим в церковь, где должны быть лучше, чем были в мире. Мы не можем переносить братьев, пасторов, служителей, сестер. Мы пересаживаемся с ряда на ряд и вообще церкви меняем, потому что не можем. Что случается? Бог смотрит. Те собираются на стадион. Там 22 лба гоняются за одним мячиком. И все там тысячи орут. А он говорит, а вы можете так радоваться мне, моему присутствию? Вы там так делали? Кто помнит, сколько кричали в Ефесе, велика Артемида Ефеска? Два часа кричали. Два часа. Сегодня, когда в церкви иногда предложишь, а ну давай закричим. Сразу вызывают в Братскую. Где-то 5-6 лет назад группа энтузиастов, большая, собралась там в Турции, где место Ефеса, где-то приблизительно. Они 4 часа кричали «Иисус Господь». И я не знал, что они там собрались. Я бы тоже туда поехал покричать. Мне хочется. Как мы там и как мы здесь? Как мы там? Апостол Павел говорит, как вы предавали члены своего орудия неправды, ныне совсем все должно быть другое. Только оно направлено в сторону Бога. Оно наставлено. На стадионе ликуют. Полны страсти и восторга. А мы вчера говорили с прославителями, даже не знаешь, какую песню подобрать, чтобы как-то людей лица освежить. Одному то нравится, другому то, то на барабанной косится. И в общем-то берут некоторые христиане и начинают подыгрывать музыкантам в зале. На буб они играют. Бубнят. И теряют слово, теряют откровение, теряют все. Может ли Бог мне доверять? Может ли Бог доверить мне откровение? Может ли Бог? Он говорит, возьми сына своего, Исаака. Я пришел в трепет, когда вдруг открылась одна истина. Если бы Бог просто сказал, возьми сына своего. Авраам, хоть он и не еврей, но он все равно родоначальник евреев. Он бы сказал, окей, Господи, схватил бы Измаила, который ему уже в печенках сидел, тот Измаил. И Сара его доставала. И Измаил, Исаака чуть-чуть доставал. И когда Бог бы ему сказал, возьми сына твой, он сказал, есть. Хватил бы Измаил, а все, сынок, хорош. Раз. А что мы делаем? Я не знаю, что вы тут делаете. У нас, когда уже в трамвае купюру не принимают, люди умные знают, куда ее тащить. В церковь на пожертвования. Я собираюсь в музее открыть пожертвований, которые люди бросают, порванные, что ни один банк не принимает, они бросают. Представляете, это мы так Богу несем. Самые жмаканные, самые жуткие, где номера затертые, люди приносят и тайком бросают. Забывая, что то, что ты делаешь тайное, Бог, видящий в тайне, воздаст явно. Воздаст явно. Что мы Богу отдаем? Давайте посмотрим на наш день. Что мы Богу отдаем? Я не против. Я не против какого-то хорошего там встречи на природе. Я не против рыбалки. Да. Да, не против. Я не против. Но я говорю, а какую часть времени мы Богу отдаем? Бог знал, что Авраам, скорее всего, знал. Поэтому он сказал, возьми сына твоего. И Авраам замер. А он говорит, возлюбленного, единственного Исаака. No way. Нету никак выкрутиться. Я не знаю, кто где торгуется с Богом, когда Бог говорит, вот эту часть отдай мне. Вот это время мне посвяти. Вот это время сделать так, чтобы оно мне принадлежит. Я не знаю. Но кто-то сегодня должен понять о том, что Бог достоин и желает лучшего. Лучшего. Как мы сегодня тратим на всякий гарбич, который... Я когда приехал первый раз в Америку, я написал домой в электронном письме. Тут вроде бы существует возможность заработать деньги. Но тысячи людей, тысячи-тысячи людей круглосуточно работают, как эти деньги выдурить у людей. И поэтому каждый раз такая лампочка, такая лампочка, вентилятор в одну сторону крутит. Теперь говорит, ноу-хау, в другую сторону крутится. И человек покупает, у него 10 вентиляторов уже, и он на них уже картошку жарит, собирается. Но тут еще вышел один, который так лопасти крутит. Вздыхает, идет и покупает. И тут пожертвования. А пожертвования? Я недавно этим летом на одном кемпе проповедовал, я призвал на молодежном, я призвал молодежь. Сегодня вот такое пожертвование. Вот сейчас сядьте все, достаньте свои мобилки, включите калькулятор и приблизительно посчитайте, сколько вы съели за этот кемп сосисик, айскрим и чипсы там и все. И такую сумму принесите на пожертвование. Знаете, как молодежь возрадовалась? Голос такой. Но я их ободрил, и похоже, что многие из них сделали, потому что сбор был, братья просто обомлели. Сбор был. Они обомлели, и оказывается, сколько у молодежи денег. Бог хочет лучше. Бог хочет лучше и достоин в прославлении, в служении, в бизнесе. Бог хочет, чтобы мы не тащили ноги и понимали, этот пастор будет звонить, а что не было, а дебил, ну где был. Мы даже на работу бежим, без сожаления. Мой сын Владик трамвай поломался, он бегом в училище бежит. А я говорю, а на служение, когда опаздываешь, бежать будешь? Это серьезные вопросы, друзья. Это серьезные. Бог хочет. Мы хотим, чтобы у нас был успешный бизнес. Мы хотим, чтобы было хорошее прославление. Мы хотим, мы хотим, мы хотим. Вопрос, может ли Бог мне это доверить? Для чего я хочу? Я понимаю, что служение Бога, это не только здесь, в церкви. Это здесь оно начинается, когда мы поклоняемся вместе. А потом мы уходим и должны светить в этом мире, как звезды на темном небе. Правда мы светим там или нет? Правда мы светим. Это большая жертва. Отказаться от каких-то вещей ради Бога. Или это не жертва? Когда я в последний раз демонстрировал свою любовь и мое посвящение Богу по-настоящему, принеся в жертву то, что действительно мне важно и заменяет меня. Когда я в последний раз реально, что для меня мой Исаак? Что для меня? Запомните, заметьте, Бог дал Исаака. Потом сказал, отдай мне. Бог дал Исаака. Посланник евреям говорит, что Авраам верил в Бога, который может воскресить мертвое. Что для меня Исаак? Это бизнес, это мой счет в банке, это мое служение. И не дай Бог, кто у меня микрофон заберет. Что для меня Исаак, который Бог однажды может сказать, принеси мне его в жертву. Принеси в жертву. Что я сделаю, когда Бог реально скажет, оставь это для меня. Оставь это для меня. Очень важно. Я верю, что в примере с Авраамом Бог ищет тех, кому Он может доверять. Он так хочет найти людей, которые отстроят стену и станут проломить за народ. Он так хочет найти людей, кому Он может дать несметные богатства, потому что Он доверит им и будет знать, что они будут не на бутерброды тратить, а на то, чтобы Царство Божие расширялось, на то, чтобы Слово Божие вещалось, даже в тех уголках, куда оно не достигает. Бог так хочет, чтобы мы принесли что-то, то, что нам так дорого, Ему. И сами сказали, вот я, что повелишь мне делать. Сколько сегодня нужды, друзья. Я разговаривал вчера с братом Богданом, встречался. Он рассказывал про вашу тинейджерскую школу. Сколько нужды сегодня с этими тинейджерами. И кто-то должен посвятить себя. И те единицы, которые сегодня это заявили, они не решат вопросов. Они не решат вопросов. Нужны радикальные меры. Нужны радикальные люди, которые оставят самые любимые свои вещи, если они хоть каким-то образом помешают им отдать себя полностью Богу. Я верю, в примере с Авраамом Бог ищет тех, кому Он может доверить. И он креститель, великий пророк, великое служение попал в тюрьму. Я бы на месте Иоанна кричал бы, что с тобой, вот сронуй здесь. Я служу тут, крещу всех подряд, и я теперь в тюрьме. Но Бог настолько доверял Иоанну, что не боялся его туда посадить. Бог настолько доверял, что не боялся, что Бират ему в голову снес. Сказал Иоанн, там сын мой появился, вам уже все, ты приготовил путь, иди сюда. А Иисус продолжит. Бог доверял, и никто из них, Бог доверял сыну своему Иисусу. Бог доверял, он доверил ему пойти на страдания, потому что он знал, он не отречется. Петр восстанавливал, Иисус воспротивился, сказал, отойди от меня, сатана, что ты тут говоришь. Он говорит, что мне отказаться от этой чаши, но для этого я и пришел сюда. Иисус Христос. В чем искушение, интересно, когда дьявол говорит, если ты сын Божий, сделай, чтобы эти камни, сделай так, чтобы камни сделали с хлебами. Скажите, мог Иисус камни хлебами сделать? Скажите, мог? В чем искушение? В чем искушал дьявол? Конечно, кто-то, и это правильно мысль, что он хотел, чтобы Иисус ему послушался, потому что там одно искушение поклонить мне, и все отдам тебе. Но смотрите, искушение было в том, если ты сын Божий, дьявол пытался вырвать у Иисуса признание, что он сын Божий, чтобы потом сказать, а, ты сын Божий, ты Бог, а я творение, я не буду с тобой сражаться. Помните, Иисус отвечает, не всяким хлебом жив, не хлебом единым жив человек, но всяким словом. Если бы я, человек с необрезанной плотью, я бы там был, и дьявол мне спросил, если ты сын Божий, я бы сказал, ты что лукавый, усомнился, то я тебе сейчас сделаю, я тебе сейчас докажу, если ты сын, и я бы попался, а Иисус не попался. На Головском кресте он избит из раны, дьявол не придет тебе, когда ты на горе Фавор, дьявол придет, когда ты в тесных обстоятельствах, когда все сгущается, когда тебя давят, и он придет, и он просто будет искушать тебя, и он, Иисус, если ты сын Божий, спаси себя со мной и меня, Иисус знал, он умирает. На кресте умирал человек, Иисус Христос, и дьявол, видя, что умирает этот человек, он знал, умирает победитель, умирает победитель, аллилуйя, слава Господу. Где мы, братья и сестры, сегодня? Где мы? Что у нас? Кто у нас Исаак? Что у нас Исаак? Чему мы посвящаем время? Чему мы? Чему мы посвящаем? Иисус, Сын Божий, на кресте, он задал вопрос, для чего ты меня оставил? Для того, чтобы исполнилось Слово. Иисус отделился и прилепился к своей невесте в церкви, слава Иисусу. Мы многие в жизни бываем в ситуациях разных. Кто-то оступается, я говорил здесь на молодежном, Иисус Христос. В первой главе Иоанна написано, когда Андрей привел Петра, сказал, ты Симон, Ионин, наречешься Кифой, что значит Петр, скала. А потом, когда Петр уже отрекался от него, когда Петр там сомневался, когда Иисус Христос поймал им рыбу, а они не поймали, приготовил им кушать и у костра. Когда Иисус Христос после воскресения просто ангел сообщил, пойди скажи ученикам и Петру. Это все дело было, потому что Петр бы так не пришел. Он спрашивает, Симон, Ионин, любишь ли ты меня? Он вернулся к первому имени. Он вернулся к тому времени, когда глаза широки, когда сердце билось. Бывает в жизни семей темные полосы приходят, и мы пытаемся здесь что-то клеить, но всегда нужно идти туда, в начало. Мне пришлось консультировать на протяжении больше полугода пару-одно, которые буквально ненавидели друг друга после 8 или 9 лет совместной жизни. Которые были оба невероятно красивы. И пасторы трудились с ними, но ничего не получалось. И знаете, Бог позволил нам пойти в начало. Я говорил, ну ты бегал на свидание к ней? Ну да. А сердце колотилось? Ну да. А чего? Ну потому что дурной был. Я говорю, ну это мы оставим. Цветы носил? Да. На последние деньги подарки покупал? Да. И начали, а ее тоже спрашивают. Сейчас они терпеть не могут. Но мы пошли с ними туда, где это было. И знаете, и Бог благословил. Семья восстановилась. Слава Богу. Бог кому-то спрашивает. Когда кто-то отступил? Оступился. Дьявол тут же возлагает на нас вину. И нам кажется, больше пути нет. Знаете, с годами мы приобретаем разные звания, почеты. У вас здесь попроще. У нас там на Украине. Но все равно и вас Виталий Иванович называют. Знаете, люди приобретают статус. И к ним по отчеству обращаются. И они важны. Есть у нас сестра в церкви одна, которая много лет дьявол ее убивал наркотиками. Потом она уверовала. Потом опять отошла. И вот 4 года назад она снова вернулась. Пришла на смерть, похожая. И Бог просто ее восстановил. Знаете, я смотрю на нее. Она просто расцвела. Муж ее умер от наркотиков. В последний момент покаялся. Она расцвела. И знаете, и сегодня кто не знает ее истории, никогда не скажешь. Бог полностью ее очистил, изменил. Но знаете, Бог иногда зовет нас по тому имени. Кто-то становится уже Валентиной Петровной, Татьяной Ивановной, Сергей Савельевич. А Бог говорит, Ксюха, ты любишь меня. Потому что, если бы он сказал, Петр, ты меня любишь, Петр бы оказался у костра, где он, бия себя в грудь, ругаясь, отказывается, что он знает Иисуса. Это бы его нагнуло сильно. Но Иисус перескочил это и вернулся туда, где первая встреча. Говорит, И Андрей так рассказал, я встретил Иисуса, Мессию. И Петр пришел, я пойду за тобой. Он говорит, Симон Иоанн, ты любишь меня? Да. Была провокация. Любишь ли ты меня больше, чем они? Раньше Петр бы скорее всего ответил бы, а тебя кто-то тут вообще любит? Так он жил, так он вел себя. А теперь он сказал, Господи, ты знаешь, я люблю тебя. Кто сегодня из нас потерял общение с Богом? Кого сегодня дьявол в этом винит и обвиняет? Кто сегодня из нас, может, ходит какими-то путями, ты знаешь, они неправильные и нету сил вернуться? Бог сегодня обращается к тебе по тому имени, каким ты пришел. Калек. Любишь меня? Да, Коля сегодня вес имеет, Николай Иванович какой-нибудь. А Иисус обращается. Он так ценит первой любовью. Помните ангелы и фестерские церкви? Имею против тебя. Ты оставил первую любовь. Вернись к ней. Вернись к ней. И сам один с Богом. Проверь свое сердце и найди, может ли Бог тебе доверить? Может ли Бог тебе доверить? Как Он ищет людей, которые поедут в Африку, в Индию, на Кубу, еще куда-то. Как Он ищет людей, которые придут, служить им, скажут, что там за проекты, где там финансы, поют романсы. И просто. Как Он ищет людей, которые в свое время придут и скажут, что здесь в церкви поделать? Я знаю, какая ваша церковь, невероятная. Это правда. Я знаю, этот груз, который вы каждый раз, когда студенты приезжают, и вы их размещаете. Но знаете, хорошее, враг лучшего. Нам нужно двигаться и спросить, Господи, а ты доверяешь мне, чтобы мне перейти на другой уровень общения с тобой, а ты доверяешь мне. Я не знаю, кому сегодня Бог говорит это, но Он ищет среди нас, среди молодых, среди взрослых, среди пожилых, Он ищет тех, которые скажут, я хочу идти за тобой, Господь. Доверь мне. Он проверит. Он возьмет и потрусит твоего Исаака для того, чтобы потом благословить. Бог доверил Аврааму. В этом доверии звучит просто страшно читать. Посчитай звезды. Исаак, Авраам начал читать, считать эти звезды. А может, созвездия заодно, Господи, считать, что их тут... Планета-звезда или о спутнике считать, Господи, я сбился. Он говорит, ну пойди песок считай. Пошел на берег Флориды, может, акули зубы считать за песчинку или вы... А ракушки... Бог столько доверил Аврааму. Он столько доверил, что ты и я являемся наследниками Авраама. Представляете? Как он доверил. Но у Бога не все закончилось. Пусть сегодня для нас прозвучит этот вопрос. Господи, можешь ли ты мне доверить? Вспомни свои амбиции. Это не всегда плохие. Вспомни, чего ты хочешь и просто спроси. Господи, а ты можешь такое доверить? Что наш Исаак? С чем нам придется разобраться? Чтобы Бог полностью вложил нас в свое видение. Ему слава и хвала за все. Аминь. Аминь.